Леса уже сейчас горят сильнее, чем прошлым летом. Сегодня МЧС сказали, что с начала года по всей стране возникло 1705 очагов природных пожаров, площадь почти 40 тысяч гектаров. Но, чтобы вы понимали, это в три с половиной раза больше, чем год назад. Добрался ли огонь до Подмосковья и ждать ли повторения кошмара прошлого лета, спросим у нашего штатного метеоролога Марии Киреевой. Да, Дим, добрый день. Огонь до Подмосковья таки добрался, несмотря на все меры, которые все-таки стараются наше правительство предпринять в борьбе с пожарами. Однако уже совсем скоро погодные условия остудят подмосковный пыл. Ну и действительно, в прошлом году в результате лесных пожаров в 19 субъектов Российской Федерации от огня пострадало 200 населенных пунктов. Сгорело более 3000 домов. Общий ущерб составил 12 миллиардов рублей. В этом году ущерба, по прогнозам, можно ожидать лишь только в шести субъектах. Но действительно, пожароопасный сезон начался буквально ударными темпами. И виновата на самом деле в этом опять-таки погода. Причем, больше всего сейчас страдает от пожаров все-таки азиатская часть страны. Там их по количеству меньше, зато мощность этих пожаров все-таки гораздо больше. На 1 марта, кстати, 2011 года, только протяженность противопожарных вот этих вот полос составляет уже 120 тысяч километров. Вот так мы стараемся бороться с этими пожарами. Для сравнения, 6000 это радиус земли. Давайте сейчас посмотрим карту с официального сайта МЧС. Вот так выглядит, собственно, Евразия на сегодняшнее число. В азиатской части пожаров, казалось бы, меньше, чем европейских, но они все-таки намного мощнее и гораздо больше по территории. А на европейской территории России, в Тульской, Брянской областях, уже действительно сосредоточие желтых точек просто поражает. Однако эти очаги не столь обширные и, как говорится, они маленькие и достаточно быстро тушатся. Однако на сегодняшнее число в России действовало 203 очага природных пожаров. Причем 65 из них так и не удалось потушить. Больше всего действительно все-таки от пожаров страдает азиатская часть страны. Это все из-за аномальной погоды, которая буквально на прошлой неделе добавила плюс 10 градусов к нормальным значениям температуры. Давайте сейчас посмотрим, какая температура в азиатской части страны. Что-то уж мне подсказывает, что уже сегодня она гораздо холоднее, чем была буквально на прошлой неделе. И я думаю, что именно благодаря этому природные пожары не получат такого мощного распространения в этом году. И прогнозы все-таки оправдаются. Ну и, конечно, главный фактор тушения лесных пожаров – это атмосферные осадки. Как мы видим, опять-таки в Сибири, как раз там, где очаги более всего распространены, сейчас туда движется спасительная влага вместе с вот этим вот циклоном, который смещается с северо-запада, европейской территории России в Азию и принесет долгожданную влагу. Таким образом, направление спасительной влаги будет приблизительно вот таким. Больше всего дождей достанется как раз Алтаю и Читинской области. Надо сказать, что я сама буквально два дня назад была в Амурской области и видела, как горят поля. Основной причиной этого является поджог местных жителей. Они, на удивление, несмотря на все предупреждения МЧС, абсолютно легко бросают спичку, оперируя тем, что трава для выгула и корма скота растет гораздо лучше после того, как пройдет вот этот так называемый сельскохозяйственный пал. Из-за этого жуткие совершенно пожары охватывают катастрофические территории. Ну и...